всем привет вы на канале амигуруми life это канала вязание меня зовут катя и сегодня у нас с вами 1 апреля как вы знаете 1 апреля у нас начинается новый вязальный марафон нас очень много участвуют целых сто двадцать четыре человека вы представляете какая-то огромнейшая компания людей которые будут вязать игрушки в общем я очень рада что вы приняли участие девчонки спасибо вам огромное за то что поддержали этот марафон и сегодня конечно мне дали жару еще так потому что участники все взяли такой высокий темп некоторые уже участники связали три игрушки из трех заданий и я весь день сегодня просто только успеваю кидать кубик раздавать задание сама еще ничего себе не кидала и даже не успела выбрать какое-то задание чтобы начать вязать потому что девчонки просто мне про духу не дают молодцы вообще огонь взялись прям вот как следует за вязание с первых прям буквально заданий и идут идут вперед я думала что этот марафон будет достаточно долгий в течение двух месяцев пока будут все вязать но оказалось что некоторые участники мне кажется пройдут этот марафон за три дня потому что это очень высокий там молодцы я за вас очень очень рада если вы смотрите это видео то спасибо вам огромное за такое активное участие я надеюсь вам все нравится ну а если вы не с нами в чате не в марафоне то у вас еще есть время к нему присоединиться поэтому все описание в telegram канале в моем ссылке внизу в описании а также есть отдельное видео на youtube канале тоже можете там посмотреть там все условия прописаны условия буквально минимальные там сделать пару движений и вы уже участник нашего марафона а я же в свою очередь сейчас иду бросать себе кубик и выбирать первое задание с которым мне придется столкнуться но скорее всего я буду марафон проходить медленно не так как девчонки ну потому что во первых самое главное у меня конечно же работа организатора мне нужно все про координировать и посмотреть чтобы не запутаться и чтобы все участники недолго ждали своих заданий это самое главное в мое участие это так второстепенное и плюс я хочу не вязать брелки что-то прям маленькое такое ну может быть изредка а в основном уделить время таким средним или большим игрушкам то есть скорее всего марафон у меня будет проходить медленно но верно поэтому мы сейчас с вами отправляемся кидать кубик и посмотрим что же у меня выпало в первый мой ход еще у нас с вами будет сегодня день марафона потому что сегодня в понедельник у меня еще совместный проект по вышивке там вышел новый гном поэтому мне тоже надо за него взяться приступить хотя бы начать вышивать я боюсь что в такой напряженной неделе в связи с тем что у меня квартальный отчет вязальный марафон еще вышивальный совместник я вообще ничего не успею в общем девчонки сейчас мы все вопросы решим сначала с игрой потом я вам покажу этого гнома замечательного которого я буду вышивать и начнем с вами творить и марафонить хотя время уже 8 часов вечера и совсем скоро надо будет ложиться спать поэтому нужно все успеть итак давайте нажмем на кнопочку я вам покажу вот здесь с экрана как я кидаю кубик и что мне выпадает так смотрим в общем я спортсмен девочки спортсмен я попадаю с батута прямо прыжком на кнопку на клетку 5 и мне нужно связать игрушку которая будет не менее четырех цветов ну что ж пойдемте искать пряжу подбирать и начинать вязать всем доброе утро девочки сегодня у нас с вами вторник 2 апреля я вчера уже вечером не стала к вам подключаться потому что допоздна занималась игрушкой и своими еще делами давайте вам покажу что же все таки я начала вязать по заданию так гнома я вчера так и не взяла и я так думаю что на работу и сегодня его опять не возьму потому что нужно отметить канву и нужно разобраться с нитками а у меня уже времени нет мне сейчас выходить уже на работу поэтому гнома я откладываю до вечера а вот свой процесс вязания я беру с собой вижу я из alize cotton gold ну так он выглядит телесный цвет цвет 401 он кстати идеально подходит куклам и у меня получился у меня получилась вот такая вот пока деталька это ноги куколки куколка будет в разноцветном платьюшке как раз там будет больше четырех цветов такие у него коленочки не знаю видно вам нет вот такие небольшие выступы вяжу я по испанскому мастер-классу и если честно достаточно тяжело потому что если по английскому легко вязать то по испанскому я многих слов пока еще не знаю поэтому еще и разбираюсь сижу там что означает каждый значок поэтому процесс у меня продвигался вчера достаточно медленно и плюс связала я еще руки их просто с собой сюда не взяла они потом ввязываются так беру этот процесс с собой на работу я надеюсь что я успею связать хотя бы там туловище или еще что-то посмотрим что у меня получится сегодня а может быть вообще ничего не получится так что за гномами будем разбираться потом уже вечером так что совместники у нас с вами рулят ну что ж я вам желаю хорошего дня и отправляюсь на работу то дорогие мои девочки показываю вам результат своей работы на работе у меня получилось вот такое тельце правда это я сделала в первый день на работе и сейчас покажу что сделала во второй день потому что сегодня у нас уже с вами четверг 4 апреля к сожалению не смогла к вам подключиться потому что очень была сильно занята были домашние кое-какие вопросы проблемы поэтому вязание у меня вот так вот стоприцы и как следует не идет но надеюсь что ближайшее время все таки я догоню девчонок потому что у девчонок просто какие-то сказочные результаты кто-то уже ближе и близится к финишу кто-то на середине идет ровненько кто-то там тоже за большой занятости в начале но таких практически единицы в основном все девчонки идут бодро и слаженно и в день у нас получается от 45 до 70 готовых игрушек вы представляете какой объем просто девчонки вяжут молодцы вообще я я очень вдохновляюсь их работами кубик просто развивает какую-то космическую скорость я не успевал не успеваю выдавать им задание так что по моему заданию вот такая заготовка у меня получилось вот такое тело я начала вязать голову вот так она у меня выглядит почему не довязала потому что у меня не было глазок которые необходимо было вставить и сюда в шею еще вставляется небольшой каркас вот сюда чтобы голова не падала у меня его тоже не было на работе поэтому я приостановила вязание и я надеюсь что сегодня я возьмусь за работу хотя тоже не факт но постараюсь немного уделить время этой игрушки и еще у меня значит на начата вышивка сейчас я вам покажу что у меня получилось я там дико отстаю потому что мне воскресенье нужно доделать готового гнома иначе меня выкинут из чата а у меня там не то что начало практически вообще ничего не сделано давайте мы с вами сейчас уберем пока куколку в сторону вот так выглядит у меня мой третий гном то есть у меня связано у меня вышла одна рука один ботинок и в принципе все на этом у меня закончено а воскресенье мне нужно обязательно доделать готовый отчет я даже не знаю нужно наверное максимально уделить сначала время гнома чтобы не выкинулись чата а потом уже продолжить вязание по по крайней мере у меня вот эти два процесса они сто процентов на первом месте то есть мне нужно закончить и одно и другое постараюсь все-таки это сделать в ближайшее время ну а пока наверное буду кого от вас отключаться и подключусь к вам уже когда у меня что-нибудь продвинется в девочки всем привет новое включение покажу свои сначала обзоры покупок что я приобрела в ближайшее время а потом мы уже перейдем с вами к заданию наконец-то я первое задание выполнила для меня это было достаточно тяжело потому что было много нюансов сейчас я конечно же них вам расскажу давайте сначала посмотрим покупки и так что я себе приобрела во первых я зашла нас тут ними есть небольшой магазинчик где продаются все тут различная мелочевка и достаточно дешево вот я взяла себе два листа фетра белого не знаю буду ли я закрывать вот этих гномиков которые у меня стоят заднюю часть но пусть пока лежит пока не планирую но если я вдруг захочу их повесить на елку то вот фетр у меня есть и я тогда им уже буду закрывать купила именно белый потому что цветной просвечивать на прозрачном пластике мне не очень нравится так и сейчас самую главную свою покупку покажу последнее время глазки вставные на безопасном креплении стали достаточно дорогие вы сами знаете если вы вяжете что ну как бы не очень выгодно с алиэкспресс очень долго ждать это нужно как-то заранее заказывать я всегда об этом забываю поэтому у меня с этим проблемам я нашла отличный выход в чем он заключается вот в этом магазинчике не знаю если у вас какие-то магазины наподобие в других городах но я вам покажу саму фирму название глаза какие я беру и может быть вы интернете где-то найдете или еще где-то это полу бусины которые нужно клеить значит взяла я два вида бусин вот так вот они выглядят мы уже на дзене показывали эти блистеры вот эти это наверное восьмерки или десятки десятки скорее всего а вот эти вот по моему семерки но точно не восьмерки 6 или 7 миллиметров тут не написано к сожалению поэтому я так вот на глаз смотрю вот это для брелков вот эти больше таким средним игрушкам подойдут поэтому очень выгодная вещь потому что я посчитала вот в этом блистере в маленьком находится 504 бусины то есть получается на двести пятьдесят две игрушки выйдет вот этот блистер вы представляете 250 игрушек и как вы думаете сколько он стоит он стоит всего лишь 80 рублей то есть это настолько выгодно вы сами понимаете да вместо того чтобы заказывать вставные глазки на безопасном креплении и мы в общем пока перешли вот на такой вариант я надеюсь что они не закончатся в этом магазине потому что мама уже в один пошла там не было я потом заехала который ближе к моему дому и вот нашла вот эти сокровища взяла сразу много взяла вот один вот этот блистер потому что его не было больше а вот этих маленьких на брелочки я взяла шесть блистеров и еще пять шесть блистеров в общем на брелки у меня теперь есть что клеить я очень рада это прекрасное приобретение в общем довольно как слот так ну что давайте перейдем тогда теперь к заданию к основному все таки у меня выпала клетка 3 это был батут я перепрыгнула на клетку 5 где мне нужно было связать игрушку в которой не менее четырех цветов я конечно могла взять кота колобка там еще кого-то до плюшевую змейку но я не ищу легких путей мне нужно всегда самые сложные я выбрала мастер-класс на куклу бы я вам ее показывала да уже в такой врачей расчлененной форме это португальский мастер-класс ох в оригинале тяжело мне дался потому что половина в значении не очень понятно в сети я их искала тоже перевода нет поэтому я старалась понимала по петлям там в общем логически мыслила и в итоге что у меня получилось нам учился конечно с этой игрушкой у меня получилось вот такая куколка посмотрите какая милашка мне она нравится с одной стороны с другой стороны у меня к ней много претензий почему сейчас расскажу что у меня за претензии во первых по схеме очень длинные ноги я как могла наращивала вот это платьюшко потому что она была вот здесь еще на два ряда меньше вверх уже не стала наращивать потому что мы иначе бы это не пойми что было бы вот и платье конечно ну так прям мини-мини маловато по моему мнению дальше в чем у меня была еще проблема у меня была проблема с париком во первых я вязала крючком крючком полтора и начала также вязать джинсом ей паричок а он мал оказался поэтому мне пришлось тоже здесь увеличить количество петель чтобы она была более-менее подходящие и потом вот эти финтифлюшки я уже вязала крючком номер два потому что полтора это вообще они получаются мыси пусинки и также платье тоже вязала крючком номер два потому что если бы крючком полтора я вязала бы то она вообще мы ей не налезло и пришлось бы увеличивать в общем да много тут разных нюансов голову я и воткнула вот сюда каркас чтобы можно было наклонять и поворачивать голову чтобы она никуда не моталась не падала в общем потому что шея тут достаточно тоненькая у игрушки и я решила что нужно вставить все-таки проволочку в ручки в ножки никуда не вставляла потому что ну как бы все таки нет смысла это не каркасная игрушка иначе без нее еще дольше провозилась вставила вниз вот сюда тапочки мне снимаются платьюшку не снимается в сами ноги в лапочке я вставила такие пластиковые стенки которые позволяют игрушки стоять ровно и когда я набивала тут все нога не получается выпуклый но сам тапочек уже отдельно то есть он может быть снят в общем вот такая красотка у меня получилось но в целом мне вот так вот мне она нравится ей называю яхоткой ну что она такая летняя весенняя какая-то прям вот милая девочка но второй раз наверное вязать по этой схеме я не буду потому что как я сказала тело не пропорционально у нее длинные ноги а тело вот здесь вот практически нет но посмотрим в следующий раз выберу какой-нибудь другую девочку но мне понравилось вот это вот само оформление я его запомню и может быть следующий какой-то другой игрушки обязательно вот так вот сделаю что челочку вот у нее такая есть вот такие вот бублики мохнатенькие в общем классно так что моё первое задание готова игрушка в четырех цветах 1 2 3 и белый 4 я могу спокойно уже переходить к следующему пункту так давайте с вами покрутим кубик и посмотрим что же мне выпало я надеюсь что мне выпадет ой что-нибудь но только не машина времени потому что и не хочу вязать динозавра и пирата короля тоже не хочу так ну что же у нас там выпало цифра номер два и я перемещаюсь по полю с клетки номер 5 на клетку номер 7 и задание звучит так в игрушке должно быть имя имя в мастер-классе то есть мне необходимо выбрать игрушку которая в мастер-классе как-то называется там кукла даша или собака коржик или кот бублик и так далее то есть что-то такое которое какого-то персонажа животного которого будет настоящее имя и так пойдемте искать ну что ж девочки посмотрела я выбрала что могу сказать долго я выбирала я еще к этому заданию хочу связать наверное несколько игрушек ни одно ни одну потому что я не ищу легких путей первую игрушку которую я вижу пока что я вижу из хлопка нужно конечно же тоже сейчас перейти на плюш но пока у меня в задумках хлопковые игрушки первый это по мастер-классу иностранному называется винсент это маленький брелочек висента ван гога что у меня получилось я его кстати немножечко увеличила потому что он в оригинале ну вот вот такой вот крышепуточный я конечно же такую вязать не буду потому что насколько я его продам да то есть не все люди понимают что миниатюра это очень очень сложно поэтому я решила увеличить схему и на данный момент у меня получился вот такой вот человечек посмотрите какой масенький мне нужно ему еще оформить волосы бороду глазки шляпу в общем привести его еще в полную готовность и сегодня я этим и буду заниматься и еще у меня в планах связать котиков моти я в каком-то видео вам их показывала не помню на какой площадке по-моему даже на ютубе вам показывала этих котиков они очень легко вяжутся они достаточно быстренькие можно наделать сразу несколько штук и они кстати хорошо продаются вот у меня было три котика и них прямо буквально на следующей ярмарке как только мы вышли сразу же все и забрали поэтому мама сказал что котиков надо мне связать поэтому вот после винсента я сяду подберем с вами какую-нибудь пряжу такую более пастельных тонов и обязательность свяжем котика так что вот этот малыш у меня идет в процессе господи ну ты такой крыша путочный мне он так нравится такая милашка а то может быть даже себе ставлю вдруг мне очень сильно понравится хотя я вязаные брелки не люблю хоть и вижу и создаю их сама носить их не люблю я люблю только железные значки какие-то прикреплять на шоперы на свои сумки железные брелки люблю деревянные тоже как-то не очень уважаю в общем у меня вот как-то ближе к железу мне больше нравится чтобы потяжелее в кармане таскать и сумка была потяжелее с таким утяжелителем загрузила в общем отправляюсь вязать винсента моя куколка ягодка отправляется на полку с готовыми работами я вам еще наверное покажу ее в итоговом видео про марафон обязательно покажу все игрушки которые я вязала чтобы это был не такие длинные влоги которые растягиваются да на несколько недель потому что марафон у нас длится до 31 мая времени еще достаточно много я думаю что успеете даже подзабыть какие игрушки там вязала поэтому с куколкой мы с вами не прощаемся если вдруг захотите поучаствовать в марафоне то пожалуйста добро пожаловать в группу все ссылки будут внизу переходите подписывайтесь на основной канал цен и также приходите в чат чтобы участвовать вместе с нами девчонки там навязали очень много игрушек такая милота просто прелесть ну что ж девочки возвращаясь к вам с полностью закрытым заданием номер два эта игрушка в мастер-классе которые должно быть имя то есть игрушка с именем я для этого задания сделала три игрушки решила что одной маленькой будет мало поэтому решила пусть будет несколько первую игрушку которую я вам хочу показать это винсент ван гог я вам уже показывал небольшую детальку и что у меня в итоге получилось посмотрите какая милота вот такая вот соломенная шляпа с бахромой вообще вот сюда нужно еще по моему подсолнух вышить я сейчас забыла это сделать но я теперь после работы потом приду и сделаю потому что сейчас у нас 7 часов утра и отправляюсь на работу я вчера допоздна делала просто эти игрушки обещала что это видео выйдет воскресенье вечером к сожалению не получилось поэтому сейчас вот быстренько ты снимаю вам кусочек на работе смонтирую а вечером приду уже сделаю ему отсюда желтый подсолнух так что вот такой вот малыш у меня получился небольшой брелочек я думаю что вот эти игрушки должны раскупаться очень быстро потому что все-таки винсент ван гог это достаточно популярный такой персонаж мне больше всего нравится у него шляпа посмотрите какая крутая я вязала из сто процентов хлопок отрика и цвет такой прям вот именно к шляпе очень подходит долго выбирала вообще смотрела чтобы долго выбирала пряжу потому что все остальные какие-то неестественные цвета и к шляпе не подходили а вот этот прям вообще очень оригинальность бахрамушки такие мне очень нравится очень классно но я сказала я его увеличивал в мастер-классе он там совсем крышу пучно он был бы наверное вот такого размера поэтому я немножечко тут переделала и сделаем еще нос потому что там нет носа самом мастер-классе а мне показалось что как-то это незавершенная игрушечка поэтому решила что нос все-таки винсенту нужен что вот такой у меня художник появился так но дальше я сейчас покажу еще две игрушки которые я связала не тоже маленькие и расскажу из какой пряжи взяла я вот такую пряжу это молочный хлопок отрика вот знаете девочки так вот на взгляд вот номер кстати 1902 я вам ничего не могу ответить ну вроде как пряжи и пряжи до ничем другим она не отличается но когда я начала ее вязать в игрушки она знаете на такая воздушная особенно вот этот цвет еще она такая зефирная какая то то есть ты ее вяжешь она прям в руках вот такой вот ну очень странные ощущения и не могу сказать что это плохие ощущения нет конечно но на самом деле прям реально как-то очень своеобразно я вязала крючком номер два хотя скорее всего для двойки она толстовата и можно взять даже 225 или 25 но у меня получилось из этой пряжи достаточно такая пухленькая игрушка я вязала котика моти вот так он выглядит до этого я вязала еще трех котиков таких у меня их на ярмарке сразу же купили на них прям очень хорошо внимание обращать вот и вот вязание вы можете посмотреть вот она знаете вот я даже на нее нажимаю а она прям вот ну очень похоже на какую-то я не знаю сладкую вату что ли вот или зефирку какую-то вот прям вот она по ощущениям такая какая-то бархатистая очень интересно и вязать из него было и не сложно она не расслаивается но в то же время на вот в руках такая пухленькая и я в следующий раз взяла бы крючок побольше потому что двоечка все-таки для нее маловато я прям достаточно туго вязала но если бы я взяла крючок больше такой получился бы еще больше а так они вообще вот эти котики моти они маленькие при маленькие так что вот такой котик у меня родился вышила тонкой ниточкой полосочки это нить картопу и забыла котиком вставить вставные глазки поэтому пришила бусинки вот решила что с бусинками тоже очень даже неплохо если еще буду вязать котиков то тогда уже вставлю такие полу бусины или приклею или вставлю глазками ну в общем с бусинками он тоже получился классный такой котик зефирный так и еще один котик у меня получился я тоже вязала из атрика но уже из другой пряжи это стопроцентный хлопок мне вот эта пряжа нравится она вязание знаете такая гладкая и дал она не сильно скреплена то есть вот вы можете посмотреть она видите все расслаивается то есть из нее вязать сложно особенно новичкам то есть будут оставаться какие-то ниточки не захвачены но чем мне это пряжа нравится этот кстати цвет 1803 она очень скользит удобно вяжется в крючке я могу вязать ее как и двойкой так и полтора крючком и и в том и в том виде вязание смотрится красиво и вот девочки которые я вам показывала перед этим красным платьюшки подъемник я тоже вязала ей и там она еще меланжевая то есть в ней какие-то окропления розовых зеленых цветов в общем очень красиво смотрится особенно вот это меланжевая пряжа но в этот раз мне не так много он остался всего один моточек и я его берегу как зеницу ока потому что ну мало ли может быть еще куда-то потребуется котиков можно навязать и другим цветом поэтому я выбрала вот такой вот желтый цвет у вас он на камере более яркий у меня нас на самом деле он более таких пастельных тонов и что у меня получилось у меня получился вот такой котик вот такой милашка котейка из этой пряжи конечно вязать совершенно по-другому чем из вот этой розовой даже давайте вот сравним сейчас мы уберем вот эту пряжу чтобы нам здесь не мешалось вот так вот сравним посмотрите насколько больше котик из розовой пряжи по сравнению с стопроцентным хлопком то есть намного больше хотя крючком я вязала одинаковым двойкой тоже вот этот вязала потому что если бы я взяла полтора крючок то вы бы вообще крышек уточный вот поэтому я решила что был более-менее так не такой уж прям сильно маленький вот такой вот у меня котейка связался вот у меня два котика моти напишите какой вам больше котик нравится вот из стопроцентного хлопка или из молочного хлопка вот мне кажется вязать мне наверное все таки нравится больше вот это потому что она более гладкая такая пряжа и приятная тактильно в вязании а вот это на более гладкая скользящая пряжа а вот эта пряжа за такая ну вообще воздушная превоздушная но в готовом результате мне вот этот котик наверное нравится больше все таки какой милаха получился у меня к сожалению вот этой пряжи в корзинке можете посмотреть нежных вот таких их пастельных тонов мало она у меня вся яркая я в этот раз оказывала ярко-оранжевую ярко-зеленую яркую ягодную там красную и вот таких нежнятины такой у меня к сожалению нет только вот розовый моточек поэтому поэтому котик только один если бы было побольше конечно же я бы еще таких котиков связала но я думаю что вот эту пряжу она тоже у меня используется в каких-либо других игрушках вообще я заказывала там на лягушек на лисят поэтому обязательно что-нибудь выберу какой-нибудь мастер-класс и свяжу так что вот мое второе задание это котики моти и винсент и я остановилась на клетке 7 ну что ж кубик я сегодня больше бросать не буду в следующем видео я вам обязательно покажу какая выпала мне следующая клетка и какое задание меня ждет но на сегодня я буду с вами прощаться если вам понравилось это видео то не забудьте поставить лайк подписаться на канал чтобы мы с вами в дальнейшем не потерялись нажать на кнопочку колокольчик и чтобы не пропустить мои новые классные видео я вас буду ждать следующем видео надеюсь мы встретимся с вами совсем скоро до новых встреч и к скрипту вам скажу что вот схемка на котика моти есть в нашем telegram канале поэтому переходите тоже вяжите вместе со мной и получайте огромнейшее удовольствие все желаю вам хорошего настроения вдохновения увидимся в следующих видео пока пока